Друзья, в этом видео спрятаны буквы, из которых в дальнейшем можно составить слово. И тот, кто это сделает самый первый и напишет в комментарии, тот получит стикеры ВК. Кстати, не забудьте оставить ссылку на свой профиль во ВКонтакте. Смотрите видео до конца, и тогда у вас будет шанс получить стикеры во ВКонтакте. Удачи! Всем привет, друзья, с вами я, Компот. И, наверное, сейчас мои очень старые подписчики будут в шоке, и у них пойдет слеза, и они увидят эту очень-очень старую арену, друзья. Всем еще раз привет. Если ты мой очень старый подписчик, то ты, наверное, будешь рад тому, что я возвращаю свою очень-очень старую рубрику, где я делал противостояние в Майнкрафте. Мы находимся на той же арене. Сколько она там меня ждала? Не знаю, несколько месяцев она меня ждала. Несколько месяцев я не снимал эту рубрику противостояний. Ну, значит, мне в голову недавно пришел такой случай. Я нашел специального зомби-призрака, и сегодня я хочу устроить противостояние против жителей в Майнкрафте. Помните, когда-то давным-давно, когда я делал эти противостояния, друзья, кто новый подписчик и не знает, что за противостояние, извиняюсь, я просто, друзья, заговорюсь на каждом слое, потому что, ну, на самом деле, давно я не снимал такой, и мне что-то даже немножечко непривычно, немножечко странно вот так вот просто разговаривать, не пугаться ни от чего. Это не нечто в Майнкрафте, это не страшилка. Ой, друзья, если вы помните, то я раньше снимал эту рубрику на своем старом и слабом компьютере, и я не мог нормально заспаунить 10 тысяч жителей, а Тила тут был, не знаю, жителей 500, и у меня ужасно сильно при этом лагал Майнкрафт и ничего не двигалось. Но, друзья, сейчас у меня самый мощный компьютер, и вот теперь-то я по-настоящему могу заспаунить, черт возьми, 10 тысяч жителей в Майнкрафте. И сделать противостояние против одного зомби-призрака. Вы готовы к этому, друзья? Как обычно, по традиции, друзья, предупреждаю вас, перед тем, как посмотреть этот ролик, если вы не смотрели предыдущие ролики, вот это вот противостояние на моем канале, у меня их полно, пересмотрите лучше все, от самого первого и до этого, и тогда вы поймете, в чем суть. Что ж, друзья, давайте начнем спаунить наших жителей, как всегда, строим небольшой механизм, чтобы они спаунились. Я обычно беру командные блоки, ставлю их вот таким вот незамысловатым, друзья, образом, и в каждой я сейчас буду прописывать по команде. Смотрите, мы берем, вызываем, какая у нас там команда? Вот, смотрите, Summon Villager. Мы вызываем их вот таким вот образом, то есть Summon Villager, давайте, знаете, как пропишем? Чтобы они не спаунились в командных блоках, тильда, тильда, минус один, тильда. Вот так вот сделаем, друзья, ну-ка, дом, и давайте попробуем заспаунить жителей, и смотрите, да, он спаунился тут и не умирает, это прекрасно. Тут мы пишем то же самое, только вот тут мы уже пишем тильда, тильда, минус два, тильда, блин, очень смешное слово тильда. Друзья, если вы смотрели мои противостояния когда-то, то ставьте лайк и обязательно напишите в комментариях, чтобы вы рады возвращении этой рубрики. И тильда, 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 так, вот тут минус три забыл, минус троечка. Так, тут у нас опять-таки минус двоечка, давайте вот отсюда всю команду скопируем. Так, скопируем, вставляем, сюда тоже минус два, тоже вставляем, и сюда тоже минус два, тоже, друзья, вставляем. Теперь я беру вот этот вот блок, так, минуточку, так, все, отлично, смотрите, я его ставлю вот сюда вот таким вот образом, ставлю сюда вот такой вот повторитель, выдвигаю сюда редстоун сигнал и делаю штуку, которая будет все это замыкать. Сейчас я вам покажу, как делать, так сказать, бесконечный источник замыкания, не знаю, как еще это назвать. Делаем вот такой вот повторитель, потом мы все это питаем вот таким образом, смотрите, у нас спавнятся везде жители. И, друзья, вы готовы? Быстро-быстро нужно поменять кусочек редстоуна. Поехали, тадам, все, начало спавниться и, ого, смотрите, а майн-то даже не лагает, давайте, знаете, что даже на всякий случай сделаем? Чанки поменьше, в принципе, это никакой роли не сыграет, но мне это, я думаю, поможет. Смотрите, вообще не лагает, раньше при такой ситуации у меня компьютер уже просто взрывался, а сейчас мне даже не страшно, смотрите, сколько тут жителей, тут уже много жителей, вот примерно такое количество я раньше спавнил, даже меньше намного, а сейчас вот, ну, я, в принципе, молодец, ура, апгрейдил свой ПК, теперь у меня хорошая КПК и теперь у меня все хорошо ловит. Да и жителей я могу, в принципе, прилично спавнить. Так, давайте еще немного заспавним жителей, что-то они тут не особо сильно помещаются, они что-то толкаются, но вот сюда вот в пустые зоны что-то никто не хочет заходить. Вы что, жители, с ума сошли, что ли? Давайте-ка распределяйтесь. Так, ну, я думаю, тут достаточно жителей или еще, друзья, запавнить. Как вы думаете? Вот как вы думаете? Чисто скажите мне. Ну, я думаю, такого количества хватит, потому что тут, ну, дофига, тут сколько тысяч? Тут очень-очень много, друзья, жителей, вот просто полно жителей. Так, хорошо, ну, давайте еще досчитаем до трех. Раз, два, три. Все, друзья, мы убираем вот эту вот фигню, так, ломаем, эй, я сказал, ломаем, вы что, вы что офигели? Да ладно, что, у меня лагает, что ли? Как, как это вообще возможно, друзья? Это просто нереально. Так, стоп, давайте, знаете, как тогда сделаем? Так, 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 так. Я возьму свой любимый предмет, которым я пользовался, когда у меня был слабый компьютер. То есть я брал вот так вот, хопа, и выделял самый нижний блок. Это у нас вот этот вот. Так, я сказал, вот этот вот. Смотрите, я пишу сет 0. И сейчас, по идее, должно все, так сказать, исчезнуть отсюда. Друзья, немножечко подлагивает. Я не понимаю, с чем это связано. Смотрите, посмотрите просто на мой компьютер. Я сейчас нажал F3, посмотрите, сколько памяти я выделил Майнкрафту, и сколько у меня используется. Это же полная жесть, друзья. Я даже не знаю, как такое возможно. Кстати, спам в чат прекратился, все. Можно все уже ломать, уже менее так сильно лагает, я вам скажу. Давайте вот это все просто вручную поломаем. Так, Растон сам выпадет, в принципе. Это неудивительно, друзья. Сколько же тут, мать его, жителей. Вы просто взгляните на это. Не знаю, это уму непостижимо. Так, хорошо, теперь давайте, знаете, как сделаем. Теперь мы посерединке, примерно, ну, не знаю. Вот давайте, ну, хотя бы вот тут, что ли. Мы строим с вами вот такую вот штуку. Вот такую вот штуку. И спауним сюда зомби-призрака. Сейчас я вам покажу, как он выглядит. Во-первых, поставим сложность полегче. Точнее, не полегче, а посложнее, чтобы у нас заспавнился наш зомби-призрак. Теперь я беру его. Ну что ж, друзья, вот и лаги прошли. Теперь мы можем спавнить нашего зомби-призрака. Казалось бы, это обычное яйцо зомби, но... Как видите, это настоящий зомби-призрак. И он обладает суперси... Чёрт, друзья, что это такое? А, чёрт! Так, нужно улетать отсюда поскорее. Ё-моё, он сделал какую-то ударную волну. Я её почувствовал даже в креативе. Ё-моё, чё с жителями? Офигеть! Сколько же он жителей положил? Ну всё равно, смотрите, как же тут дофига жителей. Тут всё равно есть очень много жителей, друзья. Так, нужно быстрее запускать этого призрака, а то фиг его знает, что произойдёт. Так, друзья, давайте запускаем призрака. И что же будет? Призрак нападает на куча-куча жителей. Ё-моё, призрак, не танцуй, пожалуйста. Давай-ка ты пройдёшь дальше. Так, а ну иди, а ну иди, я тебе сказал. Давай, иди. Смотрите, друзья, все жители просто убегают. Давайте, знаете, поможем нашему призраку, потому что он в жизни никогда не догонит. Так, а нет, дети убегают. Дети, куда вы пошли? Дети, стоять. Дети, нет, нет, никуда вы не пойдёте, дети. Взрослые дети, стоять. Смотрите, наш призрак-зомби уже нападает на кого. Смотрите, там просвечивается немного зомби, но всё же это призрак. Ё-моё, какую он сильную ударную волну нанёс. У меня даже голова болеть немного стала. Чёрт, я даже не знаю, что делать. Кстати, с небольшим шансом он может превращать некоторых жителей в призраков тоже. Поэтому фиг его знает, что сейчас может произойти. К сожалению, он пока что никого не может догнать. А нет, смотрите, вот он нападает, видимо, на угол. Нет, да? Нет, нет. Ну-ка давайте его шибанём пару раз. Эй, ты чё? Не видишь? Ничего, чё-то происходит. Давай заражай или чё ты... Офигеть. Чё? Да ладно. Смотрите, тут есть зомби-житель. Что? А вот это вот интересно. И ещё один призрак. Ещё один призрак. Всё-таки он действует. Так, пока что призрак побеждает, но жители продолжают убегать от них. И, ну, чё-то не особо это спасать. Ну, смотрите, сколько уже призраков. Раз призрак, два призрак. Друзья, пока что призраки побеждают. Жители, пишите, с кем ещё устроить мне противостояние. Может быть, мне устроить противостояние с нечто. Но, друзья, обещаю, просто сейчас не подготовился и вот такие вот были лаги небольшие. Я забыл выключить все программы. Обещаю, что следующее противостояние пройдёт намного официальнее. Кстати, не обращайте внимания на это. Пока я отходил, крипер мне тут всё взорвал. Он пытался пойти на жителей и просто взорвал мне всё. Или пытался на меня пойти и всё мне взорвало. Так, во-первых, я хочу сделать стену, которая будет всё это отделять. Потому что что-то слишком беглые эти жители. Давайте поможем немножечко нашим призракам. Так, устанавливаем тут, значит, небольшую стеночку. Давайте сет, не знаю, так, сет 2. Давайте попробуем. Ну-ка, и тадам, всё, у нас уже есть стена, которая ограждает, так сказать, ущемляет наших товарищей и жителей. Так, давайте вот тут вот ещё стену построим. Не, в принципе, не принципиально. Я могу бесконечно строить. Вот так вот разделим их на группы, чтобы они ни в коем случае не убегали. Потому что это нечестно. Это, так сказать, не соответствует нашим правилам, нашим правилам игры. Так, а ну-ка, давайте построим тут ещё одну стену. И, да, друзья, вот так вот намного лучше. И в каждой, по идее, есть по одному призраку. Но в случае чего они могут, как бы, перемещаться сквозь стены. Поэтому ничего страшного в этом. Нет, друзья. Так вот, я не договорил. Обещаю, что следующее противостояние будет намного масштабнее. Почему? Потому что, во-первых, мы спавним намного больше и больше жителей. Просто не судите, пожалуйста, строго. Я очень долго не снимал противостояние. Вот это мое первое противостояние. Смотрите, жители просто уже залазят, не знаю, куда угодно. Тут просто толкаются. Ладно, хорошо, фиг с ними. Ждём, друзья, результатов. Прошло немного времени. Смотрите, количество призраков выросло очень много. Так, нужно их потом убить. Потому что я не хочу, чтобы по миру Майнкрафта. По этому серверу в Майнкрафте ходили какие-то призраки непонятные. Хочу, чтобы жители вечно жили. Вот, друзья, на кого вы сегодня ставите? На жителей или на призраков? Как вы думаете, кто победит? Пишите в комментариях, кто же сегодня выиграет. Пишите, какое мне противостояние сделать следующее. Я могу сделать абсолютно любое противостояние. Не знаю, вплоть до голема против нечто в Майнкрафте. Да, как вам такая идея, друзья? Пишите в комментариях, обязательно. Общайтесь в комментариях с другими людьми. Ё-моё, смотрите, а ведь призраки реально атакуют. Ведь они, знаете, не просто бьют тупо жителей. Ну, конечно, они их иногда тоже бьют. Но они не просто их тупо бьют. Они их как-то, не знаю, что ли, подходят к ним, что-то с ними делают. И они пропадают. Они, видимо, их телепортируют куда-то. Ё-моё, это очень страшно, друзья. Это очень стрёмно. Ну, смотрите, агрессивная битва. Что? Это призрак в железке? Вы серьёзно? Вот это вот прокачанный призрак, друзья. Это по-настоящему прокачанный призрак. И да, кто помнит эту рубрику, обязательно пишите в комментариях. Это очень важно, друзья. Да не забывайте, не забывайте эту рубрику, ведь она очень-очень, друзья, крутая. Ну, вот лично мне она очень нравится. Так, я случайно взял яичко призыва зомби-призраков. И давайте, друзья, будем ждать. В принципе, жителей осталось совсем немного. И мне кажется, что призраки сегодня победят. Хотя я хотел бы, чтобы победили жители, потому что я всегда за жителей. Ведь жители это, друзья, добро. Ждём результатов. О-фи-геть. А вы вообще помните, с чего всё начиналось? Начиналось-то всё с одного призрака. А тут уже, смотрите, сколько призраков и ужасная битва в Майнкрафте. Вот, блин, надо было изначально закрыть себе программу. Вот я сейчас сижу, и у меня абсолютно не лагает. А тогда на старом компьютере у меня вот при таком количестве жителей уже взрывался компьютер. Просто, не знаю, там дымился, горел. Ну, это я, конечно, в переносном смысле как бы не в прямом же. У меня же не горел компьютер. Так, и, друзья, кажется, сейчас кто-то да победит. А победят, наверное, призраки. Смотрите, тут есть зомби, даже есть зомби-жители. Это же просто офигеть. И, друзья, кажется, да, всё, они, видимо, всех забили. Не успел я договорить фразу, друзья. Всё, всё, призраки. Чисто на этой площадке призраки. Так, давайте-ка я возьму кирку, припишу следующую команду SP-ARIA-5 и сломаю вот эти вот блоки травы, потому что они мне тут вообще не нужны. Я вот просто их вот так вот сейчас поломаю, друзья. Да, это такая команда удобная для ломания, кто не знал. Так, эй, куда вы пошли? Вы что, офигели, что ли? А ну-ка, закрывайтесь, давайте. Так, друзья, давайте всё вот это разломаем, чтобы призраки могли спокойно ходить. И, друзья, я могу выносить 100% вердикт, что сегодня победили призраки. Смотрите, сколько было жителей, сколько из них телепортировалось, сколько из них стало зомби-жителями, а сколько из них превратилось в призраки. Да, конечно, телепортировалось намного больше. В потусторонний мир телепортировалось очень много жителей. И, эм, чёрт, друзья, смотрите, а тут всё-таки есть жители. Слушайте, раз уж некоторым жителям, детям удалось сбежать, а некоторые призраки, смотрите, всё-таки, ну-ка, давайте их выпустим, пам-пам-пам, и всё, друзья, все побежали. Так как призраки есть, и жители тоже есть, хм, я даже не знаю, кто победил. Может, объявить ничью? Друзья, как вы на это смотрите? Пишите в комментариях, как по вашему мнению, кто победил? Переходите на мою страницу ВК, голосуйте там. Кто же победил в этой схватке? Всё-таки призраки или же жители? Как мне кажется, всё-таки призраки победили, друзья, да. Как бы это мне не хотелось признавать. Смотрите, какая огромная толпа призраков. И всё, они убили, короче, зомби-жителей. Ой, зомби-жителей обычных жителей. Они, кстати, уходят. Ну ладно, друзья, на этом я думаю, что стоит закончить. Не обращайте внимания на то, что сегодня были небольшие лаги. Я вас прошу меня простить, не знаю. Поставьте, пожалуйста, лайк, ведь следующее противостояние будет намного качественнее, намного лучше. И да, друзья, напоминаю, вы все пасхалки нашли? Вот скажите мне, напишите в комментариях прямо сейчас, всё ли вы нашли? Ведь тот, кто нашёл, получит стикеры. Да, друзья, не забывайте, самый первый человек получит стикеры, тот, кто напишет слово в комментарии и оставит свой ВК. Дерзайте, друзья, а я с вами сегодня прощаюсь. С вами был я, Комбот, и вот такое вот небольшое возвращение старой рубрики, такое, знаете, экспериментальное видео. Всем удачи, друзья, всем спасибо, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok